Путин уже в растерянности из-за атак украинских дронов и того, что они долетают очень близко к его резиденции. А что же будет, когда на Россию полетят американские ракеты? Об этом не только мы сегодня поговорим с нашим гостем Сергеем Слонян, ведущий программы канала «Ходорковский лайв». Сергей, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте, это, пожалуй, сегодня единственный радостный повод в течение всего дня посмотреть на вас. А в остальном мы видим очень грустную картину, потому что то, как Путин выступал в Узбекистане, говорит о том, что для него война в Украине совершенно не то же самое, что для нас. Для него это очень интересная игра. Он настолько на разные лады интерпретировал нелегитимность президента, оппонента своего Зеленского, в целом никчемность и ничтожность Украины. Это было заявление не политика, у которого есть некий стратегический план. Это был кураж человека, которому очень нравится. Вот просто здорово. И он может себе позволить совершенно безнаказанно выйти к микрофону и очень долго говорить на самом деле абсурд. Но, во-первых, его никто не одёрнет, никто его не переспросит, никто не поставит его на место. А во-вторых, ведь человек говорит не о том, о чём его спрашивали, а о том, о чём ему интересно говорить самому. Ему же никто не задавал вопрос, а что вы думаете по поводу того, как Украина, переговоры, политика, человек подходит к микрофону и говорит о наболевшем. И наболевшее это, ему очень хочется покуражиться, ему очень хочется сказать, посмотрите, как я здесь, какая это никчёмная Украина, и как я смогу с ней, и то, и это, и у меня к ней есть огромное количество претензий, и я как политик могу ткнуть их носом и указать им место и так далее. Это в целом говорит о том, что у него действительно очень серьёзная, так или иначе, ну какая-то своя позиция по Украине. И она отнюдь не такая милитаризованная, как кажется нам. То есть это не полководец, который двинул войска, и ему нужно во что бы то ни стало, чтобы Киев пал, и он обязательно должен свой флаг где-нибудь на Крещатике принести. Нет. Это именно, чтобы война идёт приложением к политике. А политика у него совершенно глумливая. Он ещё не наигрался, он ещё не наиздевался, он ещё не наглумился. И то, о чём он говорил, как он говорил и что он говорил, это как раз позиция человека, которому здорово. Вот ему по кайфу. Ему нравится гадить, ему нравится куражиться. Ему очень нравится быть вот тем самым хулиганом с ножничком, который пристал в подворотник красавицы. Он видит ужас в своих глазах, он понимает её беспомощность, он наслаждается своей безнаказанностью. И он ещё не готов это заканчивать. И поэтому мы с вами, конечно, смотрим чисто стратегически. Мы видим, что Украина всё дальше и дальше достигает цели на территории России. Ну, там, 1800 километров, Орск, это, знаете ли, нужно было найти очень серьёзные технические средства для того, чтобы попасть, потому что дистанция огромная. Причём куда? Попали по радару дальнего обнаружения. То есть, на самом деле, дали в глаз России, потому что один глаз-то у неё уже тихонечко закрылся, и она им не видит, причём не видит очень важный для себя сектор. Она не видит всю территорию Украины. Но из этого не следует, что в России закончились другие способы дальнего обнаружения. Но, по крайней мере, здесь это оскорбительно дважды. Во-первых, совершенно неоправданная дистанция. Во-вторых, попали по радару, который должен был как раз именно эту атаку предотвратить. И поэтому мы с вами делаем вывод о том, что мы видим, насколько Украина становится всё более и более серьёзным врагом, весомым врагом и результативным врагом для России. И нам кажется, что из этого следуют какие-то выводы, которые Путин, наверное, должен. Нет, минуточку. Это у генералов, у путинских проблем. Это у них там где-то, ну, что-то куда-то прилетело, что-то где-то взорвалось. То есть, а у Путина у него кураж, и он ездит по миру. Неважно, что этот мир теперь сжался до трёх-четырёх стран, азиатских, восточных, не очень легитимных в действительности в глазах так или иначе остального мира. И тем не менее, за границу он съездил, и всё, что хотел, мировой общественности, которая очень старательно всё это запротоколировала, он высказал, показавшись и покрасовавшись в сласть. И когда мы с вами думаем, ну, ведь действительно 1800 километров, это огромная дистанция, значит, ещё немножко, и всё-таки разведка Украины, а разведка украинская очень хорошая, мы видим, и американская заодно помогает. Будет установлено место, где прячется Путин, и по нему будет нанесён очень точный удар. Должно испугать, должно насторожить, должно показать, что вот теперь, смотри, Путин, ты доигрался до личной опасности, это угроза непосредственно тебе. По его поведению мы видим, что, во-первых, у этого хулигана, у него руки в брюке, там ещё лежит пара сюрпризов, там у него ножичек, там у него бритовка, и если что, он сейчас вот такую цыганочку с выходом организует, и его совершенно не пугает. Во-первых, потому что и дворцов у него много, и бункеров у него много. И вообще ведь это позиция человека, который на самом деле готовился к этой ситуации. Чекист всегда на задании, чекист всегда обязательно отрабатывает так или иначе операцию прикрытия. У чекиста обязательно есть схрон, есть пути отхода. И когда сейчас видно, что Украина, всё точнее, всё дальше, всё опаснее, нет, мы видим, что это не испугало хулигана из-под воротни. Потому что он посмотрел, а не туда. И, во-первых, не в меня. И мы не понимаем, на самом деле мы не готовы этого принять, что Путин в действительности совершенно безразличен к стране, от имени которой он воюет. Он готов расплатиться России за свои удовольствия. Он сейчас платит людьми за свои удовольствия. Потом он заплатит целой страной за свои удовольствия. И для него эта цена невысока. Потому что в его табеле о рангах она не имеет значения. Если бы ему эта страна, эти люди были бы дороги, он бы о них заботился, он бы не воевал, он бы занимался не тем, что пытался сделать пригодным для жизни не только один город, Москву, Московское княжество. Он пытался бы, наоборот, сделать диверсификацию финансовых вложений, потоков для того, чтобы пригодными для жизни стали остальные города. Чтобы наконец-то появились дороги, чтобы наконец-то началась жизнь где-нибудь на отшибе, где в России никогда не было жизни. У него на это было 25 лет. Он все 25 лет презирал людей, живущих в этой стране. То, что они сейчас погибают, это его даже не то, что не боль, это даже не его забота. У него свои заботы, о которых он и рассказал в Узбекистане. И когда мы с вами видим, что сущи-то сгущаются, Украина-то все точнее, и злее заодно, и справедливее, потому что теперь вот это возмездие, оно очень точное. По заводам, по оборонным объектам, по радарам, по резиденции Путина. А Путин эту картину видит иначе. Во-первых, не попали, во-вторых, не угадали, а в-третьих, смотрите, у меня еще сколько всего есть. И когда мы полагаем, что вот здесь, где-то на поле боя, есть аргументы, которых, когда станет очень много, они и заставят его сесть за стол переговоров, потому что поражение на поле боя, которое все более очевидно, как бы ни казалось с российской стороны, ни дееспособность Украины об 16 не дали, хаймерсы все-таки не долетают, атаковцев не хватает. Нет, мы видим, что Украина очень даже нарастила мускулы, и вопрос, конечно, что не сразу по всему фронту. Тем не менее, там, где надо, там сила Украины очень точно видна, и сейчас будет перелом на фронте, и это вынудит Путина сесть за стол переговоров. Нет, совершенно, вот абсолютно. Это его не касается. Он продолжает расплачиваться страной за свои удовольствия, презирая людей, которые за него идут в бой, убивая украинцев, потому что он так повелел. Ему одинаково безразлично, что украинцы, что русские. Ему абсолютно безразлично, что там произошло в Буче, что такое Ирпень. Он даже не собирается не то, что искать на карте, он просто кинул головой, потому что у него иное отношение к войне, иное понимание удовольствия и иные способы ублажать себя. То, чем он занимается, самолюбованием, куражом, это на самом деле игра в одни ворота. Ради себя, только для себя. И мы-то видим это в контексте войны. Мы же понимаем, что это катастрофа. Для кого катастрофа? Для человека, который не наигрался? Для которого говорят, Владимир Владимирович, 500 тысяч безвозвратные потери. Он говорит, сколько еще осталось? Он говорит, ну, 146,5 миллионов. Что такое 500 тысяч в процентном соотношении к цифре в 146 миллионов? Это погрешность. Соответственно, у него и людской ресурс, и страна, и самое главное, деньги. У него деньги не закончатся никогда. Это то, чем он может позволить себе еще очень долго куражиться, наслаждаться, уничтожая Украину. А будет ли Путин так куражиться, когда вот американские ракеты действительно полетят в Москву? Возможно, там, случайно, ну, чисто случайно в Кремль, да? Вот мы помним, когда беспилотник пролетал, и там они только на третьи сутки сообщили об этом. А что же бы он будет тогда делать? Потому что вот он угрожает странам Запада, а по поводу Украины, то он уже все, что можно было, применил, но осталась только ядерка. Нам кажется почему-то, что для человека, для которого недорого целая страна и все абсолютно, 100% населения этой страны может быть минимально святым и хотя бы почитаемым какой-то отдельный город, например, Москва. Питерские, московских презирают всегда, во все времена. Он питерский. Если Москвы вообще не станет, он в принципе по этому поводу даже не поперхнется. И когда столь показательно украинские дроны попадают непосредственно в Кремль, почему нету никакой специальной реакции? Посмотрите, ведь это же символ страны, это столица. Когда Матиас Руст, кстати, вчера был очередной праздник по этому поводу, когда Матиас Руст прилетел на Красную площадь, это было воспринято как оскорбление. Власть вот того времени считала, что это недопустимо. Нынешняя власть получила конкретно по Москве несколько бомбардировок. Дроны и в Кремль попали, и в показную витрину благополучия в Сити попали. Какая была реакция? Да никакой. Да потому что абсолютно безразлично. И поэтому американское оружие, а оно, конечно же, будет применено, и оно начнет очень болезненно и очень показательно громить Московию и Кремль, и нефтеперерабатывающие заводы, и танковые заводы, и предприятия оборонной промышленности, склады, и воинские части. Все это будет непременно. Достаточно скоро уже произойдет. Ну и что? Это всего-навсего плата за удовольствие. К разговору о том, а сколько у меня еще осталось? Всего еще вдоволь. И ракеты, и снарядов, и людей. Ядерное оружие, ну, ядерное оружие. Сталин очень хотел применить та самая знаменитая война в Корее 50-53 год, которая закончилась сразу, как только умер Сталин. У него на тот момент чесались руки. С 49-го года Советский Союз имел ядерное оружие. И, учитывая, что Корейская война стала полигоном для отработки всех технологий, как раз там, например, сверхзвуковая авиация была применена, потому что очень хотел посмотреть на поле боя, как именно российская инженерная, советская инженерная мысль наконец-то перевооружилась, перешла на новый уровень в строительстве самолётов. И тогда же работали над средствами доставки. Очень хотелось, а потом стало понятно, что это недопустимо. Ну, действительно, Советский Союз проигрывает Корейскую войну. У него есть ядерное оружие. И, тем не менее, Сталин не отважился применить ядерное оружие, потому что ядерное оружие нужно не для того, чтобы им пользоваться, а для того, чтобы им запугивать. Путин прекрасно это знает. Путин запугивает им. Вариант того, что он его применит, ну, на самом деле, минимален. Вариант того, что у него есть ядерное оружие, ещё меньше. Страна бардака, в которой всё криво, косо, украдено, не работает, забыли смазать, и оно заржавело, не может иметь какой-то оазис, где всё безупречно, чётко, по регламенту и в отличном состоянии. Так не бывает. В России так не бывает. Есть дырка в заборе, через которую всё унесли, горючее, которое слили, и всё остальное, что можно было продать, уже продали. Поэтому, когда кто-то где-то, браво, доказывает, что у нас тут всё абсолютно готово, если надо, мы сейчас, по факту, так не бывает. И ядерный щит России, своим одним из очень важных элементов только что в Орске, расплатился за свою профессиональную, готовую, профессиональную, мощную деятельность. Ядерный щит, ядерный глаз, всевидящее окра Советского Союза, надёжных в руках Путина, и прилетает дрон, и уничтожает этот глаз, и слегка подслеповатым становится советская ядерная оборонная доктрина. И так во всём. Поэтому на ядерный удар брать на испуг наверное можно, потому что Запад тем и хорош, что он труслив. Он уже испугался давным-давно, а Путин про себя знает. Да нет, у него никакого ядерного оружия, нечем угрожать. Но хорошо, что боятся. Ну, кстати, мне кажется, что уже Запад начинает немножечко в этом плане знаете, расслабляться и не так уж бояться Путина. Но всё-таки тот действительно настаивает на своём, пугает и дальше. И я предлагаю послушать, что он заявил по поводу того, что Украине всё-таки могут дать разрешение бить по территории РФ с западным оружием. Оно, это задание, готовятся не украинские военнослужащие, а представители стран НАТО. Ну так вот, вот эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчёт, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьёзная вещь, мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим. А что он имеет в виду, когда говорит высокая плотность населения и на маленькой территории? То есть, он готов долбануть туда не ядеркой, а обычной ракетой? Во-первых, Путин не представляет себе, как это работает. Он понятия не имеет в принципе, как именно закладывается программа, как вычисляется цель, кто даёт команду на запуск. Он очень далёк от этого. Поэтому ему кажется, что вот как в той сказке, которую он придумал, так и есть. А Путин ведь, он же очень долго рассказывал о том, что Украина, она только по указке Запада, абсолютно марионетное государство, которое по верёвочке, по проводам и по сигналам GPS работает. Поэтому, если где-то там за рубежом сказали, ну-ка нажмите на спусковой крючок автомата Калашникова, то только после этого украинский солдат стреляет. В эту сказку Путин настолько верит, что ему кажется, что будто ядерное оружие и любое другое серьёзное оружие, то, которое находится в Украине и в том числе на поле боя, оно управляется не непосредственно оператором на поле боя, а где-то там в Вашингтоне кто-то кнопку нажимает. Ну или, соответственно, кто предоставил там Швеция, Германия, Франция, Голландия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония. Вот они являются операторами вооружений, которые находятся под украинской юрисдикцией, на украинской территории, но стреляют на самом деле не по воле украинских солдат, а по воле блока НАТО. Путин придумал это, он так долго и так старательно это придумал, что наконец начал в это верить. Он не знает, как это работает и, видимо, останется ещё на какое-то время в неведении. А всё остальное это такие как раз угрозы. Страна у Вас маленькая, поэтому куда бы я не попал, у Вас погибнут все. Принцип Доминос метёт абсолютно сразу всех в море, никто в живых не останется. Каким именно типом оружия? Ну, конечно, на самом деле речь идёт о ядерном, о том, что я сейчас нажму кнопку, не останется никакой, ну, в соответствии с анекдотом, кто кинул валенок на пульт. Нету больше никакой Австралии, после того, кто кинул валенок на пульт, потому что нажали ту самую боевую кнопку. Именно по этому анекдоту Путин и продолжает верить, что ему достаточно нажать кнопку, повелеть, и целые страны будут исчезать с глобуса. У Путина своё представление обо всём, в том числе о географии. Ну, не говоря уже о том, что он, в принципе, не знает, как работает система, в общем, ядерное оружие, ракеты, доставка, цели и варианты наведения, а также боевые команды на пуск. Не знает он об этом. Как человек, который очень далёк от истин, он с огромным удовольствием фантазирует. Причём, ну, если посмотреть на Путина в этот момент, который не очень на себя похож, так ощущение, что он то ли выпил, то ли под наркотиками находится. Вот человек вышел и поговорил. Все остальные ломают голову, что имел в виду. Грозил, обещал ворваться в бульфет, переломать мебель и ещё чего-нибудь такое гадко сделать в холодильнике. Собственно, вот и всё. Фантазия невелика. Сергей, а если Путину всё равно на своё население, на города, на то, что происходит в России, и, в принципе, как вы говорите, для него война — это просто игра, в которую он вовлечён, то почему сейчас на российских аэродромах начали строить ангары, чтобы беспилотники не прилетели по самолётам, по вертолётам, и есть информация о том, что они начали строить не просто ангары, а даже такие гаражи, чтобы прятать там эти самолёты. То есть они всё-таки боятся, или кто-то это пытается защитить, потому что понимают, что дальше будет только хуже. Ну, нам по сей пору кажется, что если за весной наступит лето, спасибо Брежневу за это, Путин управляет далеко не всем в этой стране. И пока он кураживается и играет на своём бильярдном столе, раскладывает партию, есть те, кто так или иначе за что-то отвечает и вынужден что-то делать. И когда прилетают украинские дроны и уничтожают сразу целое авиакрыло, ну, нужно как-то пытаться что-то предпринять. Вы помните, до этого мелками на асфальте рисовали самолёты для того, чтобы обмануть. Потом начали как-то окапываться, потом начали передислоцироваться, потом стало понятно, что бежать некуда, потому что всё равно настигнут. Ну, и есть вариант не делать ничего, уйти в запой. Но тогда точно не получишь следующую звёздочку. Значит, нужно что? Строить укрепление для самолётов. Это как раз бункерная психология для того, чтобы спастись за бетонной стеной. Не спасёт, не поможет. Но на Руси готовится к прошедшей войне. А в прошедшую войну с 1941 по 1945 очень важно было поглубже закопаться. Это помогало. О том, что на дворе 21 век авторы учебников по фронтовому откапыванию пока не знают. Президент Эстонии подчеркнул, что сейчас главной задачей Путина, точнее, для всех, кто против Путина, это для стран Запада и Украины, является остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени. И эта цитата очень возбудила российских пропагандистов. Я предлагаю послушать, что они сказали, и далее обсудим. Прибалты давно не скрывают своих планов расчленить Россию. Да, вы не ослушались. Прибалты хотят расчленить Россию. Об этом уже говорил премьер-министр Эстонии Кая Каус. И вот теперь сам эстонский президент, как зовут, кстати, кто помнит, пообещал сделать все возможное, чтобы, цитата, поставить Россию и Владимира Путина на колени. Ну, вообще, вот, доползающих в западных ногах прибалтов, видимо, очень долго доходит, что вообще русского человека только в двух случаях, мне кажется, нужно поставить на колени, чтобы поцеловать родную землю и родной флаг. Ну, кстати, Карис сказал о том, что даже если государство и лишится Путина, то это не обязательно принесет какие-то изменения. Говорит, что, возможно, нам придется перетерпеть многих еще лидеров российских, прежде чем что-то начнет происходить. Ну, поэтому нам нужно больше давления западных стран и в том числе, чтобы даже простые россияне понимали, что им нужно делать. А вот простые россияне будут понимать, что им нужно делать, когда им с телевизора вот рассказывают такое? Мыслительный процесс в России делегировать этому самому телевизору, поэтому все, что скажут, то и сделают. Если скажут, что Путин святой, значит, Путин святой. Если скажут, что Путин преступник, значит, Путин преступник. Сами думать не будут ни в коем случае. Но фраза, которую мы обсуждаем, она вырвана из контекста, и это очень важно, потому что в Советском Союзе всегда так делали. Хрестоматийная фраза «в СССР секса нет», она тоже вырвана из контекста, потому что автор этой фразы говорил совершенно не то и не это имел в виду. Но редактору в этот момент очень понравилась красивая фраза, он совершенно спокойно взял ее, препарировал, и с тех пор она ходит как автономный мем. Эстонская страна говорила не о том, что Эстония собирается ставить Россию на колени, а о том, что совместными усилиями все страны должны это сделать. Но кто же будет слушать до конца, и самое главное в таком случае теряется интрига. А тут так интересно, маленькая Эстония, у которой армия — это 7 тысяч человек, и она позволяет себе такие заявления. Вот представьте себе, что Эстония позволяет себе такие заявления, и оборонная доктрина Эстонии достаточно четко прописана. Она как раз не подразумевает ситуацию пустить врага на свою территорию, а потом пытаться его как-то прогнать. Оборонная доктрина Эстонии построена по принципу «Мы врага изначально не допустим на свою территорию». Поэтому уничтожать мы его будем на сопредельной территории. А сопредельная — это как раз российская. Именно поэтому в том числе эстонская разведка очень внимательно присматривает за скоплениями. На сегодняшний день они мониторят ситуацию, говорят, что для какого бы то ни было осмысленного удара по Эстонии России нужно полтора года прекратить войну в Украине и накапливать силы у нас на границе. Мы это все равно по-любому увидим. Так что не волнуйтесь, не проспим. И Эстония очень точно, очень трезво, прекрасно понимает, что такое Россия, оценивает ее потенциал, перспективы этой войны. И поэтому Эстония не воспринимает себя как отдельного бойца в чистом поле, она прекрасно понимает, что входит в коалицию, и эта коалиция действительно готова прийти на помощь. Тем более, что страны остальные из этого региона, они уже Эстонию свою поддержку не просто выказали, они уже все вместе ту же самую линию Мандергейма строят вместе с Латвией и Литвой. Но для пропаганды аргументы не важны. Для пропаганды прекрасен пафос и подача. И тут какая-то Эстония. Причем никто не говорил о том, что Эстония собирается расчленить Россию, но у кого что болит? Если Россия полагает необходимым порезать на куски Украину, наверное, весь мир так собирается, и весь мир так мыслит. Значит, так тому и быть. И в отношении России тоже подобное. Это все обычная пропаганда. Причем какая есть, в СССР секса нет. Собственно, вот это является предметом обсуждения. Но Эстония очень точно знает, что вариантов у нее никаких, что Россия невменяема, и что после того, как Путина не станет, невменяемость и массовое психиатрическое заболевание вылечить в один присед не получится. Тем более, конечно же, эти люди очень хорошо помнят историю развала Советского Союза. Они помнят, что после Брежнева был Андропов чекист, после Андропова был одноразовый одноклеточный Черненко, который тоже скончался на боевом посту. И только после этого случилась так или иначе некая оттепель, названная перестройкой. Поэтому после Путина будет как минимум смена лидера 2, смена лидера 3, и только тогда какая-то надежда забрежет, и у Эстонии нет никаких вариантов, как продержаться этот период, будучи максимально готовы к войне, проводя учения, и каждый раз согласовывая свои действия с остальным блоком НАТО, с которым, собственно, вместе они собираются воевать. Тем более, что некоторых родов войск у эстонцев в принципе нет. Ну, авиация, например, у них только НАТОвская, и танковые части у них Бундесвер. Поэтому, когда случится эта война, то так или иначе, уже при переходе государственной границы Эстонии будет перейдена та самая знаменитая грань между Россией и остальным миром, то есть это будет опадение на НАТО. Ну, и, соответственно, завертится, закрутится. Эстония знает своего врага и ни в коем случае по этому поводу никак не обманывается. А что сделает Америка, если всё-таки Путин вступит в конфликт с НАТО на европейской территории? Америка в Первую мировую войну вмешалась только после того, как вся Европа превратилась в головешки. Во Вторую мировую войну Америка включилась после того, как вся Европа превратилась в головешки. В Третью мировую войну Америка вступит после того, как вся Европа превратится в головешки. Печально. Владимир Зеленский допустил, что у Путина могли быть договорённости с западными странами на нападении на Украину. Он говорит, что Путин неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. и он неадекватен, либо он знал, что ему за это ничего не будет. А значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом он сказал в интервью New York Times. И по его словам, сейчас некоторые западные страны оставляют двери немного приоткрытыми в отношении РФ на случай, если вдруг Украина проиграет войну. А есть ли у вас предположения, с кем Путин мог договариваться о войне в Украине? Нету, в принципе, единого сценария по отношению с каждым конкретным государством, когда одна калька на всех. Это очень индивидуальная работа. Это вот та самая оперативная работа чекиста, которая выходит один на один на контакт и вербует, после чего так или иначе имеет какую-то сеть. И мы помним, как, например, федеральный министр Австрии на свадьбу в качестве гостя получила Путина. Он почему-то приехал к этой женщине, выходящей замуж. Она как раз тогда была в очень высоком ранге на максимальном пике своей карьеры. Путин к ней приехал сплясать на свадьбу. То есть это говорит о том, что с Австрии был один сценарий, с Венгрии другой сценарий, с Польшей третий сценарий, с Румынией четвертый, с Германией пятый и так далее по всему списку. Тем более у России очень слабенькая армия. Ну, она, конечно, большая, но она слабая. А вот спецслужбы у России очень сильные. Они очень изворотливые, они очень жестокие. Почему российские спецслужбы, как правило, достигают поставленных задач? Потому что они абсолютно никогда не церемонятся. У них нету каких-то моральных весов, что можно, что нельзя. Если дан приказ, он будет исполнен. И когда нужно взять в агентурную разработку кого угодно, политиков, на это будут потрачены миллионы. Но они будут действительно потрачены. Половина украдена, но остальное будет потрачено. И цель будет не какого-то клерка, а министра. И мы видим, что некоторые министры действительно находятся в уязвимой, очевидной зависимости от Путина. Другое дело, что потом им это стоило карьеры. Но это так или иначе был успех разведки, дипломатии и Путина. И с каждой стороной обязательно есть свой неочевидный сценарий. Россия никогда в этом отношении не работала каким-то единым учебником. И именно поэтому КГБ, ПСБ, Служба внешней разведки главного штаба, отделы сами по себе. Есть отдельный отдел Америка и есть Европа, в которой под отделы. И там есть специалисты, которые только по каким-то конкретным странам. По Латвии это один отдел, по Литве это другой, по Великобритании третий, по Эстонии четвертый, по Франции пятый. И там люди, которые специализируются только на подкупе, шантаже и подкидывании всяких улик конкретно по своему фронту работ. Ну, при этом по той же самой Франции. Мы видим, насколько Германия в лице Шольца демонстрирует некое наличие серьезной уязвимости этого лидера. Что-то такое про него знают в Кремле, как-то так его ловко поймали, что он всегда в полуоборочном состоянии, как только за него софиты прессы пристально начинают смотреть и задавать вопросы о том, как именно он считает, нужно победить Россию. И действительно, что он и не победит, и не Россию, и даже никак не думает. Оружие дает, но там, где нужна именно вот эта маленькая такая серьезная щепотка, такой довесочек личности, личности канцлера, выясняется, что нет. Почему? Ну, потому что по Германии отдел оказался ничего не хуже, чем по Австрии. Вот по Венгрии он блистателен, по Польше практически полный провал, и вы дали по всему списку, по Франции непонятно. Поэтому, конечно же, обязательно были договоренности, тем более, что о начале войны, за сколько разведки мира были осведомлены, за какой период они предупреждали и называли даты и отзывали дипломатические миссии, когда было понятно, что война. Для обывателя это стало новостью в телевизоре 24 февраля, а для всех остальных за полгода уже было точно известно, а для самых прозорливых за два года до того было известно, но там был ковид, потом были натовские учения очень серьезные, там были отягчающие факторы, которые не позволяли, но разведки это знали. Если разведки знали о том, что будет война, то почему разведки знают только о том, что будет война, но, например, не знают о том, что канцлер со своим компроматом доигрался до того, что в Кремле на него целая папочка. Конечно же, есть, и Советский Союз, и Россия во все времена вот этим были очень сильны. И как, например, Советский Союз сажал на престол своих людей, когда нужно было взять всю Азию, откуда взялся Ким Мерсен? Никто абсолютно, капитан Красной Армии. Откуда взялся Сухабатор, когда нужно было с Монголией разобраться? Откуда взялся Цыдэнбао, Юмжаги, генеральный секретарь ЦК МНРП? Откуда взялся в Китае Мао Цзэдун? И кто была первая жена Мао Цзэдуна? То есть, когда Советскому Союзу было нужно, он прекрасно решал вопрос. Вот по Азии было видно. И эта знаменитая фраза, ну, за Азию я спокоен, Сталин сказал, потому что у корейского лидера, монгольского лидера и китайского лидера Китайская после этого исчезла навсегда. Ее больше после этого никто не видел. Монгол остался. Цыдэнбао не смог никуда ее деть. Филатову свою она так и осталась. За что, собственно, и поплатился, потому что она очень сильно надоела за это и началась перестройка в Монголии. И у Ким Ирсэна жена тоже исчезла. Никто не видел больше, куда она, как она, где она, что она. Все. Не стало такого человека и ее имя было отовсюду вычеркнуто. С Кубой как работали и с рядом других стран тоже прекрасно работали. Ну, например, то же самое Чили, Сальвадор, Альенде, когда нужно было. Советский Союз тут как тут. И люди, кормившиеся с ладошки у советского режима, прекрасно, совершенно достигали невероятных карьерных высот и разворачивали политику своих государств на конву строительства социализма. Ну, другое дело, что их потом убивали, например. Сергей, я хочу с вами обсудить еще один вопрос, который неоднократно поднимает Путин. Вот, что якобы он готов к переговорам. Мы с вами уже обсудили, что ему точно никакие переговоры не нужны. И, в принципе, мы видим, что он якобы говорит, что да, я готов садиться за стол переговоров, но уже якобы не с кем. Другая отмазка у него нашлась, что Зеленский нелегитимный, сказал, самый легитимный президент мира. Но вы заметили, что он стал изучать украинское законодательство и говорит, что по Конституции Зеленский должен передать полномочия спикеру Верховной Рады, даже начал называть статьи Конституции. Правильно ли я понимаю, что Путин, в принципе, даже если и готов договариваться, то с спикером Рады Стефан Сычуком или как? Ну, во-первых, когда Путин говорит о том, что он не нападет на Украину, это означает, что точно нападет. Если он говорит, что он готов к переговорам, значит, никаких переговоров в принципе не будет. Но вот только что всей своей свите он продемонстрировал, что для него нет неприкасаемых и снял своего лучшего друга Шойгу с отважной и очень серьезной должности, которая грозила ему как минимум еще одним героем России, и вдруг он перевел его в Савбес, который непонятно чем занимается. Это очень сильно оживило всех аппаратчиков. И они сразу поняли, что теперь нужно точно совершенно свою карьеру держаться. И тут Путин вдруг заговорил с глубоким знанием законодательства Украины. С чего вдруг? Это потому, что у него очень сильно перепугался тот самый отдел, который отвечал за, в том числе, ему подсказки по Украине. Ему положили папочку и сказали, Владимир Владимирович, а давайте теперь вот так попробуем. Смотрите, мы сейчас глубоко копнем, мы покажем, какой вы позоримый лидер, насколько вы прекрасны, как юрист, осведомлены в том числе законодательства Украины. Вот тут вы шикарно выходите, поскольку все знают, что вы абсолютно легитимны, а в Украине давайте поиграем. Конечно же, это не имеет никакого отношения к действительности. Это просто еще один способ поглумиться над Украиной. О том, что у вас президента нет, и, наверное, спикер Рады, это единственный, кто легитимен. Действительно, очень смешно это слышать от Путина. Но оживление, невероятная глубина его знаний и, в принципе, вот этот новый вариант, когда теперь Украина рассматривается в том числе как не до конца легитимная страна с не до конца легитимным президентом, это действительно что-то новенькое. Раньше так об Украине никто не говорил. Это потому, что очень сильно перепугались клерки в соответствующем отделе администрации президента. Начали просто готовить документы на новую тему. Ему понравилось. Он как услышал, увидел, сказал, действительно, знаете, вот пока вы не боялись, что я вас как Шойгу сниму, вы таких умных бумажек мне не приносили. А я все Мединского читал, я там все Магдана Хмельницкого цитировал, я все какие-то документы очень странные доставал 15 века. А вот тут действительно здорово. Смотрите, как он этот текст освоил и даже смог его договорить до конца. Понравился, понравился. Сергей, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Желаю хорошего дня и напомню, что Сергей Слонян был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите наш стрим своими лайками, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok